Бурмикс Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядя Миша. Друзья, сегодня хочу вас познакомить с венгерской кухней. Будем готовить суп Боблевеш. Такой суп замечательный, он такой нажористый, такой вкуснячий. Давайте не будем откладывать в долгий ящик. Поехали! Первым делом разделяем ребрышки, отправляем их в кастрюлю с холодной водой и начинаем варить. От момента закипания варим полчаса. Пока ребрышки варятся, приготовим тесто для чепеток. В глубокую чашу всыпаем муку, добавляем одно яйцо, щепотку соли и тщательно вымешиваем. Вначале в чаши, а потом на столе. Вот такое тесто получается. Убираем его в пакет или пищевую пленку и оставляем в покое на полчаса. Ребрышки сварились и извлекаем их из бульона. Ребрышки отставляем в сторонку, пускай остывают. А мы тем временем нарезаем мелким кубиком морковь и лук. Также мелким кубиком нарезаем сладкий болгарский перец. И вот такими кругляшками нарезаем охотничьи колбаски. В глубокой сковороде или в оке разогреваем растительное масло и обжариваем в нем лук до золотистости. На это уходит примерно 2-2,5 минуты. Добавляем к луку нарезанные охотничьи колбаски. Опять-таки слегка обжариваем, чтобы на колбасках появилась легкая корочка. Закладываем морковку. Обжариваем все это дело еще минуту-полторы. Добавляем сладкий болгарский перец. Прогреваем его полторы минутки. Теперь добавляем помидоры. Помидоры у меня консервированные, резанные. Перемешиваем. И я сразу добавляю сахар и соль, чтобы сбалансировать кислоту помидоров. Сразу сильно не солим и много сахару не кладем. Будем доводить до конечного вкуса потом. Когда у нас вся эта масса потушилась примерно 3 минуты, добавляем копченую паприку. Она здесь как нельзя кстати. А также добавляем свежемолотый черный перец. Теперь время от времени помешивая, тушим примерно 7-8 минут. Готовую зажарку отправляем в бульон из-под ребрышек. Добавляем в суп 2 лавровых листа. При помощи чесночного пресса выдавливаем 2 зубчика чеснока. Ждем когда закипит. А тем временем отделяем от ребрышек мясо. И нарезаем мясо уже порционно. Нарезанное мясо возвращаем в суп. А тем временем продолжаем готовить чепетки. Для этого от теста отрываем кусочек и раскатываем его в тонкий жгут. Вот таким макаром берем от центра и растягивая раскатываем в стороны. Вот такая штучка получилась. Теперь присыпаем блюдо мукой и начинаем делать сами чепетки. Для этого отщипываем от колбаски кусочек и подкатываем в форме фасольки. И размер такой же, как и фасоль. Даже можно чуть меньше. Тем временем суп закипел. Добавляем готовые чепетки в суп. Варим 10 минут. Через 10 минут добавляем в суп консервированную фасоль. Для пикантности острый перчик варим 10 минут. Через 10 минут мелко нарезаем петрушку. Добавляем в суп, перемешиваем, пробуем на вкус. Если нужно, подсаливаем или добавляем сахар. А может быть вам нужны какие-нибудь приправки. Если все устраивает, накрываем крышкой, выключаем суп и даем ему настояться 15 минут. А через 15 минут накладываем в тарелки этот густой, ароматнейший супчик. Зовем домочадцев и, конечно же, кушаем и получаем от этого максимум удовольствия. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, у этого супа такой аромат, что он буквально сводит с ума. Это просто обалденно! Дорогие дамы, если вы приготовите своему мужу или другу такой суп, будет вам очень и очень много счастья, я вам гарантирую. Ну и все, друзья. Засим разрешите откланяться до новых вкусных рецептов. Делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Ну и все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok